Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Игрунов. Здравствуйте. Митинг под стенами Родинского горсовета. Местные жители вышли в поддержку действующей власти. Около 200 горожан высказались против решения депутатов горсовета, которые проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Сергея Федорова. Репортаж наших корреспондентов. Жители Родинского вышли в поддержку действующего мэра Сергея Федорова. По мнению митингующих, решение отдельных депутатов, которые проголосовали за досрочное прекращение полномочий нынешнего городского головы, незаконно. А сессия, на которой принималось такое решение, вовсе нелегитимна. Если городской голова закрыл заседание сессии, то дальше депутаты не имеют права вести это заседание. И только городской голова имеет право выносить вопросы на голосование. Депутаты могут предлагать, но ставят на голосование городской голова, который председательствует на сессии. Городской голова Сергей Федоров готовит документы в суд и прокуратуру для дачи правовой оценки действиям депутатов Родинского горсовета, которые выразили ему недоверием. Эти решения были незаконны, так как ничего не было выполнено в правовом поле. Это рейдерский захват власти, то есть депутаты проводят непонятные, несанкционированные собрания, я по-другому не назову, игнорируя городскую голову, игнорируя секретаря совета. То есть они когда хотят, тогда они собирают сессии и выносят те вопросы, которые им выгодны. Депутаты, которые проголосовали за отставку мэра Родинского, уверяют, действуют правомерно. Такое решение на внеочередной сессии приняли после отсутствия ответов на депутатские запросы, регулярно направляемые мэру. Согласно статье 79 пункта 3, депутатский корпус двумя третьими от общего состава может выдвинуть недоверие городскому голове. Сергей Владимирович за все наше время работы не предоставлял нам документы, не давал ознакомливаться с этими документами, блокировал нам работу. И в связи с этим депутаты единогласно 22 человека поддержали его отставку. Поддержку действующему мэру высказал городской голова Красноармейска. Сейчас готовится обращение в милицию, в прокуратуру. Будут собраны подписи жителей, те, кто захотят подписаться, поддержать это обращение. Я думаю, что суд уже должен дать оценку, согласно закону Украины, тем действиям, которые, я считаю, что они абсолютно противоправные, незаконные. Не имеет право депутаты Горска 20 человек против воли всех жителей единолично решать судьбу. А зачем же тогда были выборы? Митинг у стен Родинского гурсовета собрал около 200 человек. Ирина Мишина, телеканал «Донбасс». Выжить на линии соприкосновения в станице Луганской уже неделю не слышно выстрелов. Люди приступили к восстановлению своих домов и начали искать работу. Как обустраиваются местные жители, видела Анна Карпова. Ольга – мама девятерых детей, семерых своих и двоих приемных. Прокормить их тяжело. Работы на окраине станицы Луганской нет. Семья живет на детские выплаты. С продуктами помогают военные. Дети разбирают сладости. Любимое сгущенное молоко не выпускает из рук старший Богдан. Ему 7 лет. Бабушка рассказывает, за время обстрелов мальчик выучил все звуки боевых действий. Кто летит, куда летит, все рассказывали. Ты не бойся, это далеко улетело. А это ближе, это надо в дом бежать. А это еще ближе, это надо в подвал бежать. Единственная, кто из этой семьи не слышал обстрелов – младшая Рита. Ей всего три месяца. Мама говорит, хоть выжить непросто, их семье повезло. Оцелело жилье. Дома по соседству повреждены намного больше. Постреляли полдания, этаж вверх и на низ положили. Осколки-то летят, они где-то до 500 метров летят. Шифер побило, окна повылетали с рамами и без рам. В станице Луганской около двух тысяч поврежденных домов. Местные жители помогают друг другу с ремонтом. Ремонтируем крыши, стекла, то есть то, что было повреждено во время обстрелов. Мы, вот именно наши две бригады, уже больше ста домов ремонтировали. Почти полностью удалось восстановить и детский садик. Тут уже отремонтировали крышу и окна. Здание не один раз оказывалось под обстрелами, но воспитателям удалось сохранить свой маленький музей украинского быта. Глечики убирали. Девчата, кто домой забирал глечики? Я говорю, какая-то часть оставалась здесь. Потом уже после войны нам начали приносить люди, потому что хотели расширить свой музей. Начали приносить гребешки, ножницы, прялку нам принесли. За полгода без сильных обстрелов детсад увеличился на три группы малышей. Автоматных очередей в станице Луганской не слышно уже неделю. Местные жители надеются, что боевые действия и вовсе прекратятся. Анна Карпова, Александр Хлынин, Леонид Мелешко. Специально для телеканала «Донбасс». В полуразрушенном доме с маленькими детьми и больной мамой так уже больше года в Донинской области на линии разграничения выживает 34-летняя Наталья Шмагун. Восстановить жилье матери-одиночки не по карману, денег не хватает даже на лекарства. Историю продолжат наши корреспонденты. Во дворе своего дома пятилетний Паша играет редко. В любой момент могут начаться обстрелы. Мальчик помнит, как убегал, когда над головой внезапно полетели снаряды. Под сильный обстрел сила Новотроицкая попала в феврале прошлого года. Тогда на участок семьи Шмагун упало сразу несколько снарядов. Звук такой, свист и дым пошел. Я слышал второй свист, но я бегом за ребенком текать. Забежали в дом, ребенка кинуло на прохожую, как рванет. Целых окон не осталось. Наталья показывает, дом рассыпается буквально на глазах. Оно сыпется. Оно все сыпется. Выживет, не выживет до весны, мы не знаем. В единственной уцелевшей комнате Наталья ютится с двумя детьми и больной мамой. Мы живем в страхе. Мы живем, ну не знаю. Утром проснулись? Спасибо. Не разбомбила, не упала? Спасибо. Трехлетняя Лиза уже знает, где найти самое безопасное место в доме. Здесь прячется вся семья. Здесь вложим быстро матрас, одеяло, все скидываем, потом уже раскладываем там. В самом первую очередь дети там лежат. Из-за трещин в доме холодно. Дети постоянно болеют. На лекарства уходят все скромные доходы семьи. У Лизы сегодня опять температура. Напьем? Дай милочек тебе. Мама Натальи Прасковья Николаевна тяжело больна. Женщина не чувствует правую часть лица. Всему виной воспаленный тройничный нерв. Есть проблемы и с ногами. Силу женщины хватает лишь на небольшое подсобное хозяйство. На днях в село Новотроицкое привезли гуманитарную помощь Рената Ахметова. Мобильные бригады волонтеров выдали мирным жителям 800 продуктовых наборов. В очереди и Наталья Шмагун. Спасибо. Дома разобрать пакеты спешит вся семья. Маленькая Лиза первым делом тянется за сгущенкой. Это любимое лакомство девочки. Он помогает нам. Не забывает нас. Низкий ему поклон. Спасибо большое, что он нас не оставляет без этого. Без помощи он нас не оставляет. Семья Шмагун надеется на лучшее. Больше всего здесь ждут мира, чтобы по улицам села можно было безопасно ходить. Необычные идеи для развития своего города. Уже пятый год воплотить их в жизнь помогает группа «Метинвест» в рамках конкурса социальных проектов «Город нашими руками». В этом году на реализацию самых интересных идей выделили 1 миллион 400 тысяч гривен. Это тихая и уютная аллея украшения Приморского парка в Мариуполе. Но чтобы она появилась, одного желания активистов было мало. Несколько лет назад они приняли участие в конкурсе социальных проектов «Город нашими руками» и получили грант на воплощение своей идеи. Сегодня общественная организация «Защита детей войны» – один из самых опытных участников проекта. За плечами несколько побед. В этом году у них снова есть идея обустроить спуск к морю и пляж в районе санатория «Металлург», а также навести порядок возле своего офиса на проспекте Никопольском. Это прекрасно, что есть такая возможность проявить свою инициативу и выполнить ее. Хотим снова выйти с проектом, чтобы получить грант. Это для всего города и даже для окрестностей. Там ходят на Толоковку, на Гнутово, на Мирный, на все эти пригородные автобусы идут. И люди будут прижать, они себя будут чувствовать людьми. А так они идут, это грязь, вот это все, и потом все утонуше, и все разбитое такое, неприятное очень. Побороться за грант в размере 100 тысяч гривен от группы «Метинвест» впервые попробуют активисты централизованной библиотечной системы для детей. Они хотят обустроить территорию в микрорайоне «Восточный» возле библиотеки имени Нестайка. Есть и еще одна идея. Идея, которая касается мурал-арта и стрит-арта, это то, что мы хотим реализовать замечательный проект, который называется «Я патриот». На базе центральной библиотеки нашей детской. И нам нужно, чтобы фасад нашей библиотеки и территория вокруг нее просто кричала о том, чем мы будем заниматься. Как победить в конкурсе? Что учесть при заполнении заявки? Какие тематики в приоритете? Ответы дают организаторы. Главный критерий – проект должен учитывать интересы большого количества людей и быть реализован уже в этом году. Есть жюри конкурса, экспертный совет. Естественно, эти люди будут оценивать проекты. Поэтому очень важно правильно преподнести свой проект, показать его с максимально лучшей стороны. Метинвест выделяет средства, грант, которые сама громада определяет, куда его потратить. В лучшие проекты инвестируют до 100 тысяч гривен. Заявки на участие принимаются до 25 марта. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс». Экскурсия на погранзаставе. Показать, как живут и несут службу. Пограничники пригласили кроматорских школьников. Для них провели открытый урок. Что впечатлило ребят, больше всего знает Алексей Куделя. На территории одной из застав кроматорского погранотряда, которая временно базируется в заброшенной школе, необычные гости. К пограничникам на открытый урок пришли школьники. Дети подготовили военным песни и танцы. Те в ответ показали ребятам, что умеют делать настоящие казаки. Урок продолжили на плацу. Здесь школьники устроили импровизированный флешмоб «Вернись живым» и развернули огромный флаг. И вновь за всю заставу ответил знакомый ребятам казак, но уже с гораздо более зрелищным представлением. Дети – самые лучшие зрители, потому что они фальши никогда не простят. Я вообще аматор, я не профессионал. Выбачьте меня, если у меня что-то здесь не получилось. Не меньше интереса у ребят вызвала экспозиция вооружения. Многое дети видели только по телевизору и поэтому искренне удивились, узнав настоящие особенности оружия. Вообще легкий. С пулеметом немного сложнее. Что уж говорить о боевой бронированной автотехнике. Я согласен, как тут вообще. На кофейке я на второй скорости 80 ехал. Интересно было посмотреть экскурсию, которую нам предоставили по оружию, машине, все показать. Это тоже было очень интересно. Пограничники говорят, что такие встречи нужны не только детям, но и взрослым, ведь большинство военных долгое время не видели свои семьи. Я сегодня уже смотрел по обличиям наших военнослужащих, как они теплили. Эти грубые обличия военнослужащих, которые провели некоторое время в окопах, были под обстрелами. Видя детей, они вспоминают свои детей, свои родины. Их усмешки показывают, что им это очень приятно. Это очень хороший заход. Они просто психологически, как говорится, развантажились. После нескольких часов на свежем воздухе у всех разыгрался аппетит. Пограничники развернули полевую кухню и накормили детвору настоящей солдатской кажей, хлебом и чаем. Вкусно. Я люблю эту пашу. Алексей Куделя, Игорь Монострев, телеканал Донбасс. Сотни блинов от школьников, десятки литров чая от военных и тысячи улыбок от местных жителей. В Красноармейске ярко и вкусно отметили масленицу. На центральной площади организовали концерт и конкурс-выставку блинов. Не упустили возможность попробовать традиционные сладости и наши корреспонденты. В Красноармейске встретили весну с размахом. На центральной площади местные таланты устроили для зрителей праздничный концерт. Рядом со сценой школьники соревновались в умении печь блины. 33-ю школу представляют скоморохи. У них особая миссия. Скоморохи зазывалы. Называется, сейчас будем гостей зазывать. Все делалось руками детей, с родителями, бабушки помогали. В общем, задействованы были абсолютно все. Сладостями на праздники угощали даже медведи. Для того, чтобы развеселить народ, мы выбрали именно такой костюм. Я не один, у меня есть маленький помощник. Ну да, здрасте. Наталья – мама одной из участниц конкурса. Женщина решила помочь дочке. Научила ее печь блины по старинному рецепту, который передала ей бабушка. Бабушкин старинный, из 17-18 веков. Из поколения в поколение передается. Тесто ставится на опаре, на сметане. Много домашних яиц, ванилин. В старину разрыхлителя не было, поэтому пытались какими-то народными средствами. Но в нашем современном мире мы немножко сделали замену. Поучаствовать в празднике решили и военные. Угощали местных жителей чаем. Бойцы рассказали, заготовили для горожан 80 литров ароматного напитка. Мы хотим вас заиграть, заиграть, чтобы у нас есть. А в соседней палатке переселенцы из Донецка устроили благотворительную ярмарку. На вырученные деньги приобретут одежду и продукты для малообеспеченных семей. Вот это все мое искусство. Празднование Масленицы для жителей Красноармейска организовали по инициативе городских властей. Мэр считает, в таких мероприятиях много не бывает. По моему глубокому убеждению, любой праздник нужно всегда отмечать достойно. Потому что те люди, кто хорошо работают, должны иметь возможности хорошо отдохнуть. Больше того, это конкурс среди школ, который позволяет побороться. Все, что вы видите, это все сделано руками детей, родителей. То есть это ярмарка, которая позволяет реализовать какие-то свои таланты, раскрыть. На сцену поднялись и самые голодные жители Красноармейска. О любителях не готовить, а есть. Блины организаторы тоже не забыли. Все желающие смогли посоревноваться в скорости поедания традиционного лакомства. Как зовут тебя, хороший? Иди там! Светлана Павликова, телеканал «Донбасс». На этом завершается наш выпуск. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!